Проснувшись, я тихо приподнялся По земле хвостатые тени. А внизу чернеет дерево, чуткое, заплаканное, шумящее. Загудит где-нибудь ветер, оно дрожит уже и плачет, как живое. Утихнет ветер, и оно примолкнет, дремлет, а по нему тогда ходит что-то невидимкою и точно руками отрывает сухие листья. Что-то мне привиделось, приснилось мне, пришла ко мне спутница моих первых сердечных томлений, промолвила слово, и все мои отошедшие печали, давно развеянные забытые радости, с такой силой воскресли во мне, что я проснулся. Сижу тихонько, улыбаюсь, а глаза блуждают в темноте, и чувствую, пробуждается в них жгучая тоска. Довольно, видимо, спать. Заглянула в комнату позднее гости, устроила среди ночи праздник, сна уж больше не будет. Разложу, развешу свои воспоминания, как невеста девичьи наряды, растелю их под месяцем, буду разглядывать, пока не потухнет на небе последняя звездочка. Вижу я себя в ту пору, когда бродил со старой растрепанной грамматикой в руках и с радостными золотыми надеждами в груди. Под клёнами на огороде маленькая бревенчатая клетушка, под большой стрехой, словно ребёнок в отцовской шапке. В клетушке стол, кровать, груда учебников. Я лежу с книжкой на кровати, хотя больше думаю, чем читаю. Да экзамен оставалось недолго, и всю эту кучу книг я уже знал наизусть, от корки до корки. Однако далеко уходить от них было как-то боязно, будто они могли удрать от меня. Да и было как-то приятнее мечтать, когда они лежали перед глазами, потому что ведь не из чего-нибудь иного. А только из них строил я мосты, по которым намеревался пройти от отцовской мужицкой хаты в тот край, где, как говорят, в кисельных берегах текут молочные реки. Откроешь то одну, то другую книгу, проверишь, как скряга свои сокровища, всё ли на своём месте, не забыл ли случайно чего-нибудь. Потом книжку на грудь закрыл глаза, и уносишься, как на крыльях, в такую, увы, из-за облака, что голова идёт кругом. В клетушке темновато, в саду тихо, искрой носишься над грешной землёй, и нет стены, нет преград на всех путях твоих по широкому свету. И неожиданно приходит в голову, а какой главный город в Аргентине? Остановишься, боязливо хлопаешь глазами, нету ли, ой, кажется, нет, и падаешь вверх тормашками с облаков, торопливо расшвыриваешь книги, чуть не львёшь страницы, даже сердце колотится. Нашёл, правильно, вздыхаешь с облегчением, слава богу, отдохнёшь немного, приложишь к сердцу свой затасканный, чернилами залитый волшебный талисман, Ещё смелее, ещё выше устремляешься в облака. В такую пору иной раз шелестел бурьян за клетушкой, и вслед за тем влетала ко мне в дверь надкушанное дикое яблоко, кусок подсолнечника или арбузная корка. Скорей беру в руки книгу и хмурю брови. Скрестив руки, на груди в дверях стоит соседка, мой давний товарищ, мотря. Глаза светятся, молчит. Лицо строгое, взор какой-то задумчивый, а сама вертлява, как юла, и чёрная-причёрная, как жук, только что не жужжит. Знаю, что этим дело не кончится, будет, стоя на пороге, изводить, озорничать, пока не заставит меня подняться с кровати. Однако не шевелюсь, терплю до конца. Может, тебе принести сюда пивину? Слышишь, пан? Как о стенку горохом. Стоит, рассматривает. Потом, глянув туда и сюда, вихрем влетает в коморку. Лицо без улыбки, глаза бегают, как у воришки, подмигнёт едва заметно. Давай целоваться, бросит скороговоркой, неразборчиво. Чувствую, как вся моя учёность сходит с меня, как старая кожа. Молчу, листаю, подняв брови странички в книге, и опять погружаюсь в неё, хотя не вижу там ни одного слова. Толкает легонько в плечо. Слышишь, кудрявый, давай. Повела бровью, будто сорванет школьник, подговаривающий забраться в чужой сад за грушами. Чтоб не засмеяться, я начинаю плаксиво причитать, да так, чтоб было слышно даже на огороде. Ну, что это мне за наказание, господне? Будто ветром сдует мотрю из моей клетушки. На пороге на мгновение обернётся, молча скривит лицо, и сразу оказывалось, что и слепая, и кривобокая, и что злющая чучела, мокрая курица, выпалит и как водой смыла. Иногда раза по три в день заглядывала она ко мне в клетушку. Однако чем дальше, тем труднее становилось ей оторвать меня от книг. Как ни задирало меня, я оставался нем и глух, как пень. А если уж слишком настойчиво приставала, я принимался шуметь на весь сад. Этого она больше всего боялась, бросала укоризненный взгляд и поскорей убегала. Однако быстро об этом забывала и не мешкала с новым посещением. Пришлось пойти на мировую, сойдясь на том, что я буду её пускать к себе при условии, если будет сидеть тихо. Зайдя в клетушку, она, к моему удивлению, честно сдерживала своего слова. Сидит, бывало, с какой-нибудь работой в руках, будто и нет её здесь. Так, бывало, и уйдёт, не вымолвив ни слова. Я тоже порой совсем забывал про неё, сидя за своими тетрадями и книгами. И лишь иногда вдруг ловил её взгляд на себе. Глубокой, внимательной, пытливой. Ну, хоть скажи же мне, что они пишут в этих книгах, спросила она меня как-то. Да зачем тебе отговаривался, я всё равно сразу не поймёшь. Ну, а всё же упрямо допытывалась она. Чтобы отвязалась, я начинал лениво, неохотно рассказывать. Слушает, бывало, слушает, глаз не спускает. Потом загрустит, покачает головой. Господи, и какая же я глупая на свету родилась. Ничего не вижу, ничего не понимаю. Слепаю, хожу, как слепая, и кому я нужна такая дурёха? Только и знаю, хихихи, да ха-ха-ха, передразнивала она сама себя. И задумается надолго. А то как-то пристала. Устрой, да устрой ей диктовку. Школы она не окончила, читать книги охоты у неё и не было. И я не понимал, на кой чёрт понадобилась я эта диктовка. Беру недоверчивую книгу, что-то диктую, усмехаюсь. Понаписала она. Такое, что я просматривая, захохотал, как безумный. Она выхватила свой листок, не дав мне дочитать, покраснела и убежала, сердитая. Больше не вспоминала об этом, только стала почему-то всё чаще задумываться. За день до моего отъезда я в последний раз торопливо перелистывал свои книги. Мотря, как бывало и раньше, сидела на кровати и прилежно вышивала. Сегодня она с самого утра не выходила из моей клетушки. Работа кипела у неё в руках, а в голове, это видно было по лицу, вертелись, не переставая какие-то заветные мысли. День был славный, погожий. В огороде и в саду пестрели свежие и живучие осенние цветы, разноцветные астры, огненные настурции, гвоздики, жаркой, как кровь, королевский цвет. Среди зелёного моря листвы кое-где на деревьях поблёскывали, словно седина в волосах, пожелтелые листики. Во враге уже пылал куст боярышника, над деревьями летала белая, блестящая, как серебро, паутина, а ещё выше распростёрлось небо, чистое, спокойное, полное осеннего очарования. Дохнул ко мне в коморку ветерок, такой свежий, даже в ушах звенит. И почему-то стало мне радостно, так радостно, что сердце затрепетало. Казалось, радость со всего света струилась ко мне ручейками. Где-то поджидала меня таинственная, яркая, манящая, как волшебная сказка, жизнь. А здесь со мной все приветливы, любят меня, возлагают у меня какие-то надежды. Даже вот эта непоседа и та примолкла, рубашку мне доживает. Я взглянул на неё, улыбнулся. Мотря поглядела на меня и снова склонилась над работой. Посмотрела ещё раз, покраснела, и шитьё молнии полетело куда-то в угол. Носимся по грядкам в малиннике среди бурьяна, обжигаем друг друга крапивой, бросаемся колючками репейника. Слышу, мать у ворот зовёт Мотрю домой. Мы кусаем себе губы, чтоб кропко не засмеяться, бегаем друг за дружкой, молчаливые, как тени, а наши лица пылают огнём. Только бурьян шелестит. Поймал её за руку, исцарапанную, с волдырями от крапивы, красную и горячую. И, к моему удивлению, Мотря сразу перестала сопротивляться, опустила голову и вздохнула. Я почему-то выпустил её руку, заглядываю в лицо. «Так значит, ты уже завтра уедешь?» Тихонько спросила она. Потом добавила с укором. «Теперь вот дурачимся, а вернёшься, даже здравствуй не скажешь». Мне стало грустно и чего-то жаль. «Здравствуй, может, и скажу, если увижу, а забыть, конечно, забуду», — мелькнула мысль. «Ну, что ещё выдумала?» «Почему я тебе здравствуй не сказал?» С жаром возражаю ей. Повеселела. «Ну, тогда выйди вечерком к плетню, что-то скажу тебе застенчиво». И в то же время лукаво, поглядываясь под лобья, промолвила она. «Выйдешь?» «А что ты скажешь?» Притихнув, допытываюсь я. Прищёлкнула языком, и лукаво прищурила глаза. «Что-то хорошее, прихорошее...» Встряхнула головой и зажмурила глаза. Вот какое, мол, хорошее. «Лучше сейчас, скажи, начинаю уговаривать её. Вечером придут товарищи, может, и минутки не смогу урвать. Ну, скажи». Вижу, мнётся. «Ну, поощряю её». «Ну, ладно», — согласилась она. Лицо её сразу стало грустным и приняло искреннее и доверчивое выражение. Подошла ближе. Краснеет. То опустит, то подымет глаза. Набирается смелости, чтобы сказать что-то. И вдруг, точно испугавшись, «Ух!» Вспыхнула, закрыла лицо руками и упорхнула от меня, как птичка. «Ну, не чертёнок ли», — подумал я. И в тот же миг будто ветром понесло меня за ней. Поймал, схватил её за плечи, поворачиваю лицом к себе. «А ну-ка, скажи мне что-то хорошее. Она отворачивается от меня, точно от огня. Глядеть на меня не хочет. И знает, только твердит. «Ой-ой-ой-ой!» Клонится к земле, как пьяная. Вижу, не скажет она сейчас мне ни слова. А на задворках матери ведут разговор. «Вот, соседка, обижаюсь я на вас», — шутливо жалуется Петриха моей матери. «Так повадилась бегать моя девка к вашему парам, потому что сам черт её в хате не удержит. Уж я принималась её срамить, а она и ухом не ведёт. Хоть бы вы и отвадили её». «Пусть наговорится. Скоро ведь перестанет уже ходить, выдыхает моя мать». Мотря стоит у себя за плетнём, выглядывает из малинника. Лицо её пылает, смелое, задорное, а чёрные глазёнки мечут стрелы. Глядя на меня, допытывается без слов. «Выйдешь, смотри же!» Вот такой и запечатлелась она в моей памяти навсегда. Не помню теперь, почему именно, но только в тот вечер к плетню я не пришёл. Так и уехал, не услышав от неё того хорошего. Не пришлось мне больше в жизни встретиться с ней. Пути наши резко разошлись. Однако она неожиданно всплывала в моей памяти спустя многие годы. И всплывала не однажды. Всплывала всё чаще и чаще ясной звёздочкой. И улетала от меня всё дальше и дальше. Вскоре после того, как я поехал учиться, Мотря прислала мне в школу письмо. Свои каракули она вывела очень усердно, старательно и просила, чтобы я не смеялся над ними. Мотря делилась со мной радостными известиями. Она тоже надеется выйти в люди. Упросила мать отдать её в город, в мадистки. И, боже, сколько молодых надежд зародилось в сердце девушки. Советуется со мной. Во всём откровенно признаётся, как брату. А в конце письма пишет. Теперь не жалею, что не сказала тебе тогда что-то хорошее. Лучше подожду. А если Бог мне поможет в том, что я задумала, Тогда скажу что-то совсем хорошее. Бедная девушка, как она лелеет, Как она бережёт это своё что-то хорошее. И стало мне жалко, что я давно уже позабыла и о ней, И об её хорошем. А когда я вечером лёг спать, Мне долго мерещилось. Виднеется между деревьями небо, Тёмное при тёмное, Прямо чёрное. А по нему кто-то могучей рукой Разбросал серебряные блёстки. Они так и вонзились в тёмный бархат, И горят, горят, переливаются. Таким было небо по вечерам На нашем краю села. Все спят после ужина. Попрятались хаты среди деревьев, Дворики маленькие, Улочка узенькая, Деревья высокие, ветвистые. Грустно тогда одному И боязно. А она сидит у плетня, Одна, Чёрными, как жуки, Глазами смотрит на звёзды, Ждёт. А когда наступила поздняя ночь, Медленно пошла домой. У дверей вздохнула. Кому я нужна, Глупая такая девчина? И просыпается во мне Впервые сожаление. И почему? Почему было мне тогда Не прийти? Прошло много лет, И крылья тяжелели, Не уносят уже так легко за облака. Да и мосты к этим облакам Разрушил уже какой-то дьявол. Грамматику я куда-то засунул, Оружие оказалось негодное. И песни не те, И думы не те, Не тот уж и язык. Едем как-то с товарищами-односельчанами, Кажется, на рождественские праздники. На узловой станции Наш поезд долго стоял, И мы, Выйдя из вагона, Потеряли друг друга в толпе. Я встретил знакомого И разговаривался с ним. Вдруг кто-то дергает за рукав, Оглядываюсь, Стоит один из моих товарищей, Запыхавшийся, Чем-то обрадованный. Пойдем скорее, Зовет тебя Мотря. Какая Мотря? Да соседка твоя, Помнишь, Которая ходила к тебе, К летушку? Сверхнули передо мной Черные глаза, Давнишние, Знакомые. И я сразу все вспомнил. Спешим. Виляла во что бы то ни стало Привезти тебя торопливо, Рассказывает на ходу товарищ, А она едет курьерским. Такая стала, Что на силу узнал. Идем мы с Марком По платформе, Продолжает. Вдруг навстречу барышни Среди кюльчиком Спешит к своему вагону. Черноглазая, Стройная, Смуглая, Как цыганка. Где-то я будто видел ее, Думаю. Глядь, А Марка уже идет, Ей на переезд улыбается. Бьется у меня сердце, Ох, как бы не опоздать. Служит где или домой едет, Спрашиваю. Не расспросил толком, Где-то у своего дяди В типографии. Свистит паровоз. Скорей! Плутаем по каким-то тупикам Между вагонами. Нам навстречу шел В толпе пассажиров Марка. В глазах радостный блеск, А лицо выражает сожаление. Эх, опоздали, А уж очень хотела видеть. Оглядел в сторону станции, Обещала сказать тебе Что-то хорошее. Да вот так и уехала. Я уже допытывался, Что именно? Обещал тебе передать. Не согласилась. Говорит, может, Приведется еще встретиться, Да сама скажет. Мне будто кто пальцами Сдавил сердце. Хотелось побежать Вслед за поездом. А товарищи сообщали О ней все больше и больше, И ранили мое сердце Все больнее и больнее. Характер у нее остался Тот же, что и был. Но в глазах появилось Что-то новое. Должно быть, Много читала, Да, наверное, И повидала немало. Товарищи поговорили Еще немного в вагоне И забыли о ней, Занятые своими делами. А у меня еще долго Счемило сердце. Тешу себя мыслью. Напишу домой, Разузнаю, где она живет. Будем обмениваться письмами, А захочу и сам к ней поеду. Кто меня удержит? Поеду, увижу. И тогда услышу Про что-то хорошее. А внутри кто-то грустно шепчет, И не напишешь, И не поедешь. Пройдет три дня, И все это унесет волной, Все это утонет в бездне И вымернет лишь тогда, Когда ему самому заблагорассудится, Когда сведет вместе Два маленьких челна Посреди широкого моря. Но сведет или нет, Не угадаешь. Стены, стены, Решетки, кандалы, Ружья, замки, Золотые надежды, Детские грезы разбила, Развеяла в пух и прах, Швырнула нас за высокие стены Между темных окон. Вот тебе и весь широкий мир От стены до стены. И кажется, что нет уже на свете Ни солнца, Ни радости, Ни смеха. Сохнет сердце, Гаснут надежды, Умирают желания. Письмо. Короткое, открытка. На ней штемпель далекой чужой тюрьмы. Кто там есть у меня знакомый? Непонятно. Читаю ничего не говорящую мне подпись. Может быть, кто-нибудь знакомый, А может быть и нет, Не припоминаю. Рука незнакомая. Дорогой товарищ, Мне из дома написали, Что вы тоже в неволе. Крепко-крепко жму вашу руку. Пока мне не пишите, Я в пересыльной, Административно, На три года в Нарым. Читаю и чем-то свежим, Бодрым так и веет от письма, Точно пахнуло ветром Из родимой степи. Кто же это? Гора с горой не сходится, Может быть, встретимся когда-нибудь. И дальше мелким почерком приписано, Вот тогда уж, наверное, Скажу вам что-то хорошее. Как будто солнце за решетками взошло. Не могу скрыть свои радости. Подходят товарищи, Улыбаются тоже чему-то, Приглядываются ко мне. Что? На волю? На поруки? Куда там? Лучше! Звенели кандалы, Звучали проклятия, Стонали, плакали песни о неволе, Гремели замки, А я ничего не вижу и не слышу. Хожу, как очарованный, улыбаюсь. И чувствую, начинает бить снова в грудь Освежающие источники, Расцветают увядшие надежды. Потом вдруг будто кто-то Раскаленным железом притронулся К заснувшему сердцу, И, подобно пожару, Вспыхнули желания. Загорелась тоска по свободе, Острая, как нож. Жить! Смотрите! Смотрите! Продолжение следует...